Я думаю, что можем начать. И в самом начале хотел бы рассказать предысторию, что это за вебинар, зачем он создан и какую цель мы сегодня преследуем с вами. Первое. Меня зовут Архипов Кирилл. Я являюсь руководителем технической группы экспертов по семенам кукурузы. И в нашем сегодняшнем вебинаре мы посмотрим с вами результаты сезона 2020. Естественно, это такой момент истины, когда мы оглядываемся на сезон, смотрим, какие у нас были условия по сезону, какие гибриды показали лучшие результаты. Делаем сравнение с предыдущими сезонами, потому что у нас в сельском хозяйстве условия всегда типичные. Каждый год не похож на другой, на предыдущий. Поэтому мы смотрим, для каких условий, какие продукты подходят лучше всего. И уже далее определяемся с гибридным составом, что приобретаем на следующий сезон. В общем, такая история. Мы постараемся сделать сегодня максимально оперативно и лаконично, но, поверьте, данных будет очень много. Если вдруг что-то не будете успевать улавливать, можно перезадавать вопросы в чате. Мы вышлем презентации с результатами, которые сегодня покажем. И дополнительно потом можно будет задать экспертам свои вопросы, если вдруг что-то было непонятно. Ну, а команда сама торговых представителей у нас работает на земле. Я думаю, каждый знает человека ответственного, работающего в ваших районах, регион. Окей. Начнем. Подсолнечник и кукуруза. Результаты сезона 2020. Сегодня с нами будут спикерами Иванов Анасьев. Да, давайте я, может быть... Кто-то мне поможет выключить презентацию, чтобы у нас было видно спикеров сегодня. Иван Анасьев. Вань, представишься? Афанасий Иван, руководитель группы технических экспертов по семенам подсолнечника. Место на расположении это город Ростов-на-Дону. Ответственность вся территория Северации. Павел Ищенко. Павел Ищенко, портфолио-менеджер по гибридам кукурузы. Нахожусь в Воронеже. Сергей Лущилин, технический эксперт по семенам кукурузы в регионе центра. Окей, да. То есть сегодня традиционно для Сингента две фокусные культуры. Круза и подсолнечник. Пока ребята включают презентацию, скажу, что в конце нашего мероприятия мы объявим конкурс для всех участников вебинара. Те, кто хочет... Отмечу, что на самом деле все вопросы, которые есть в этой викторине, они озвучиваются в течение нашего сегодняшнего вебинара. То, о чем мы сегодня с вами поговорим, это рекорды урожайности гибридов кукурузы и подсолнечника сезона 2020. Несмотря на то, что были уникальные условия стресса для многих территорий, возможно, для центра это не было так актуально, как для Поволжья и Юга, но мы об этом еще поговорим и посмотрим с вами на конкретные цифры. Основные факторы, ограничивающие потенциализацию, потенциал подсолнечника и кукурузы. Опять же, их проговорим и посмотрим с вами на карту отклонений от нормы осадков и температур, уровня температур. И также посмотрим с вами сеть испытаний компании Сингента в России. То есть, естественно, нам важно общее понимание, где мы тестируем гибриды. И если мы говорим про адаптацию в тех или иных условиях, пытаемся вам эту информацию донести, это значит, что позади стоит очень много работы, очень много испытаний, много статистики, анализы и так далее, и так далее. Лучше ничто не показывает эту информацию, как картография. Окей. Это короткий слайд, вокруг которого будет строиться, наверное, дискуссия, то, что из года в год мы получаем рекордный урожай в некоторых локациях и в производстве, и в демо. И, соответственно, если есть возможность получать такие результаты, мы должны стремиться к похожей технологии. Мы собираем истории успеха, чтобы потом поделиться и рассказать, как действительно можно получить максимум урожайности. Следующий момент, мы к этим цифрам вернемся. Я не хотел бы сейчас очень долго останавливаться. Вы видите там в центре ЦФО свои районы, область, проектируете на ситуацию, которая была в этом сезоне. Но мы более подробно по каждому гибриду проговорим чуть далее. Давайте теперь к самому, наверное, интересному. Что же у нас происходит сейчас на рынке, чтобы понять и дать, может быть, пару советов, как вести сейчас себя в плане реализации товарного зерна, подсолнечника и так далее. Это информация, которая с нами поделилась агентство ИКАР. Мы с ними давно уже работаем и используем аналитику компании как такой основной драйвер, который также лидирует и наши бизнес-процессы. Соответственно, первый слайд, вы видите, он довольно простой. Это цены на ключевые растеневодческие товары. И сейчас эти цены находятся на рекордных ценовых орбитах. Вы видите с 2012 года этот график. И сейчас цены не только на подсолнечник, сахар, пшеницу, они выходят на свои максимумы. Пшеница традиционно является драйвером всех остальных культур, поэтому она идет вверх, тянет за собой опять же подсолнечник. Здесь не прямая связь, но корреляция идет по кросс-культурам. И такая же история с кукурузой, но мы об этом посмотрим. В общем, то, что стоит помнить в этом сезоне, да, однозначно сложности с пандемией, да, однозначно сложности с климатом, но цены в этом сезоне максимально благоприятные для сельхозпроизводителей. Второй момент. Возникает тут же вопрос, да, вот у меня как человека, занимающийся сельским хозяйством. Ребята, а это вообще на сколько, на долго такая ситуация или нет? Давайте разделим историю тогда на подсолнечник и кукурузу и сначала скажем про подсолнечник. Посмотрите, перед вами график мирового производства подсолнечника в сезоне 2021. И то, что мы уже видим, это даже невозможное сокращение производства на 8-10%, это уже реальное там снижение общемировое. Причем вы видите, что основную долю производства подсолнечника занимает всего две страны, да. Это Россия и Украина. И по обеим странам у нас есть серьезное снижение доступных объемов. Ну, то есть урожая, который доступен для переработки и для экспорта. Мы знаем, да, что из России масло экспортируется там в Турцию, в основном Египет, и доля экспорта довольно значительная, да, там 50% у нас обычно, если грубо говорить, это уходит на экспорт. Соответственно, что у нас происходит сейчас на рынке сырья? У нас создался дефицит подсолнечника, именно масла семян. И за этот, за эти дефицитные объемы начинают активно конкурировать, как МЭЗы внутри страны, да, также и МЭЗы конкурируют еще на внешних контрактах, потому что, как по предыдущим контрактам, тоже нужно выполнить свои обязательства. Вот. Да, это все к чему? К тому, что подсолнечника сверху не будет. Соответственно, эта ситуация, она будет продолжать сохраняться. Чуть более, чуть немного информации по ожиданиям, которые были в течение сезона. Это 2020 год. Вот мы видели при тех же самых площадях в России и Украине, да, мы ожидали, что будет для России 14,8 миллиона тонн. Наверное, я... Сложно найти сейчас маркер, но вот третий столбец справа, да, 14,8 миллиона тонн мы планировали убрать в России, для Украины это было 16,2 миллиона тонн, да. Но с каждым месяцем, даже в сентябре, да, и в октябре этот прогноз все снижается, снижается, снижается. Сейчас, правда, вот мы утром сегодня обсуждали с Иваном Афанасьевым, что все-таки по России прогноз чуть-чуть подтягивается, согласно данных Минсельхоза, да, до 13 миллионов тонн, но все равно дефицит налицо. И что касается наших успехов в уборке для Юга и Поволжья, ребят, мы видим, что сильнейшая просадка, да, то есть там 15-20% урожайности относительно прошлого года, но относительно позапрошлого это плюс-минус те же величины, да, а площадь под подсолнечником у нас, собственно, никак не изменялась в большую или в меньшую сторону. Для центра здесь более благоприятные условия, то есть центр пострадал меньше, чем по остальным регионам. Вот. И здесь, конечно, мы можем свести две вещи, да, мы потеряли в этом сезоне урожайности, это прям так серьезно и психологически, и экономически, но с другой стороны, те цены, которые мы сейчас видим на рынке, да, где-то я получаю информацию, что и до 38 тысяч подсолнечник доходит, где-то даже речь идет о 40 за тонну, но в целом ниже, наверное, 33-35 сейчас ценник не падает, и мы предполагаем, что он так и останется. Окей. Да, и вот просьба Ивана была также напомнить, что все-таки мы к 13 миллионам движемся, да, по отчетам Минсельхоза, и вот черным, черными цифрами выделены последние вот оценки буквально там со вчера, да, как это видит государство, нашу уборку. Баланс рынка подсолнечника, собственно, помогает нам ответить на следующий вопрос. Ребята, что же у нас будет там не в декабре, а хотя бы январь, февраль, март, что будет с ценой. Мы ожидаем, что цена явно не пойдет вниз, она как минимум стабилизируется, как максимум может пойти дальше вверх, потому что вы видите на этом слайде баланс спроса предложений и остатков. Остатков мало. Соответственно, они у нас внутри ниоткуда не возьмутся, и более того, сейчас правительство рассматривает вопрос экспортных ограничений. в плане того, что должны будут ввести экспортные пошлины. Она сейчас составляет у нас на масло 6,5%, хотят довести ее до 30%, что тем самым постараться оставить масло в стране. Но даже несмотря на это, конкуренция на это действие. Обычно у нас, когда работа идет по экспортным пошлинам, мы предполагаем, что цена на внутреннем рынке, она все равно будет благоприятнее, возможно, чуть ниже, чем на внешнем. Но в данном случае говорить о резком снижении цен не приходится, потому что даже внутри страны для МЭЗов все равно не хватает сырья. Отсюда мы не ожидаем глубокой просадки по объему. Я думаю, что моя последняя фраза была как вывод по нашей дискуссии. Мы ожидаем, что если еще и рубль не будет укрепляться, то ценники могут даже вырасти. Поэтому и технология основная по продаже урожая, она точно так же работает, как и во всей экономике, как и в сельском хозяйстве. Нельзя класть яйца в одну корзину, поэтому если у вас есть возможность похоронить урожай, то делайте продажу объемов траншами. То есть если есть какая-то возможность, цена вас устраивает, продавайте какой-то объем и вот такими траншами выстроите свою продажу до февраль-март месяц. Я думаю, что это будет оптимально. Что касается кукурузы, да, ну понятно, у нас кукуруза, вы, как вы уже заметили, по стране она будет в семенах именно в дефиците. Опять же, ценник на нее, именно на товарную кукурузу растет. Так, здесь очень-очень много драйверов сейчас играет на внешнем рынке. Если что, дополнительно Павел Ищенко об этом проговорит там в свою часть. Но основная идея в том, что Китай увеличивает закупки, да, по кукурузе. Большая страна, нужно кормить свой народ. По Украине есть ожидание, что не добирают, конечно, Украина урожайности свои. И вот опять у нас получается та же самая ситуация, что, с одной стороны, у нас сырья не хватает для переработки, плюс еще внешняя конъюнктура. И если такой краткий слайд, баланс спроса и предложения кукурузы в Российской Федерации, да, то валовый сбор относительно прошлого года, вот он уменьшился где-то на 1 миллион тонн. И, соответственно, тоже все использование тянется вниз. И вот запасы, если они раньше были там по 0,5 миллиона тонн и так далее, сейчас они подходят к нулю. Опять же, борьба за переработку, ценники идут вверх. И для продажи урожая это будут одни из самых благоприятных времени на сегодня. Итак, это что касается рынка. Да, мы и так уже с вами остановились в течение 15 минут. Я думаю, что ускорюсь, остальная информация вам также будет понятна. Смотрите, на ближайших двух графиках будут показаны влагообеспечения, в сезоне 2020, а также температурный режим сезона 2020 для Центрального федерального округа. Мы говорим о том, что часть ЦФО, там левая, да, как мы видим, по влагообеспечению была довольно на позитивном русле. То есть дожди были, культура получала в нужный период необходимую влагу. А правая часть традиционно, там Воронеж, восточные территории, здесь был уже дефицит, так как эти территории ближе к Поволжью, а в Поволжье у нас был такой существенный дефицит осадков. Соответственно, что у нас происходило в начале сезона? Мы в начале сезона старались захватить влагу, и многие сельхозпроизводители сеяли очень рано. Но влаги в начале не случилось, и мы получали очень много вопросов у сельхозпроизводителей. Ребята, как же быть? Уже там семя лежит в земле две-три недели, иногда четыре. Что нам нужно делать? Собственно, пересевать либо каким-то образом работать стимуляторами уже по листу. В этом плане для центра ничего особенно плохого не случилось. Семена взошли, да, была там некоторая потеря густоты, но потом летние повышенные температуры, они даже сыграли вкупе вот с этой потерей густотой на благо, да. Мы не сформировали там максимальную густоту, чтобы потом летом за влагу была конкуренция. Вот, поэтому в течение сезона западная часть ЦФО, она получала там свои осадки, восточная, да, была засуха, и там, где густота была поменьше, мы получали одни из лучших результатов. И аналогичная история по температурному режиму. Но здесь очень тонкая грань, она одинакова почти для всех территорий России на самом деле. То есть, когда мы смотрим на общий график, мы предполагаем, что температура была более-менее одинаковая, да, ну, в плане нормальности к среднему многолетним. Но, опять же, весной у нас была очень холодная весна, затяжная, да, а вот летом температуры доходили в дневные пики до 36 градусов, там, где мы могли получить стерилизацию пыльцы. И вот это, наверное, основная проблема, с которой мы столкнулись. И традиционность, чтобы подвести общий такой результат, скажу, что в сезоне отлично показали себя раннеспелые гибриды, и гибриды, больше предназначенные для таких засушливых условий, экстенсива. Что касается ранней группы, это по подсолнечнику Телесман, Телес, да, отлично себя показали, проскочили стрессовые условия, там, повышенных температур и так далее. И что касается линейки Артежин, это феномен Фортага-Черинтес, да, такое небольшое отступление на юге, когда мы делали объезды с ребятами, видели, что очень, даже там, где многие гибриды не формировали початки, да, гибриды линейки Артежин, собственно, их формировали и выводили на, там, определенную рентабельность сельхозпроизводителя, да, там, где это боль, на самом деле, моя, когда я вспоминаю, это эти поля, но по сравнению, просто убрать все на зеленку, гибриды показывали, раскрывали свой потенциал, да, использования ограниченных ресурсов влаги. В центре все намного лучше, и мы с вами увидим эти урожайности. И по подсолнечнику, опять же, это Розетта, Сузука, Алькантара, в плане таких гибридов-вездеходов и повышенных, с повышенным потенциалом это Бакарди, Неома и Сумико. И, что касается сети испытаний, мы в самом начале об этом говорили, очень хочу, чтобы эта фотография, рисунок, да, он отпечатался в памяти, что, ребят, каждая точка, оранжевая, там, желтая, либо зеленая, это точки испытаний демо, сэмплинга, R&D и так далее компании Syngent. Мы стараемся делать максимальное покрытие и выборку, чтобы из года в год улучшать позиционирование продуктов, изучать гибриды вместе с вами и делиться с вами этими результатами. Окей. Ну что, перейдем дальше. Спасибо большое за мою часть. Иван Васильевич, твое слово. Добрый день, коллеги, еще раз. Я хотел бы перейти к культуре, которая последние дни демонстрирует просто, я не знаю, взрывную волну по цене. Мы видим, что сейчас уже в отдельных хозяйствах, в отдельных территориях на объемы формируются ценники, которые уже заходят за 40 рублей за килограмм подсолнечника. И, как Кирилл сказал, да, есть несколько факторов, тому способствующие. Одни из факторов, это получается снижение валового сбора по территории Российской Федерации, Украины, основных производителей. Второй момент, мое мнение, очень сильно сейчас подогревает ситуация с отменой пошлин на непосредственно сырье на территории Турции. и сейчас цена отыграла вот эти вот позиции. И другой момент, что еще сильнее разогревает как бы эту ситуацию, это введение пошлины с 1 января 30% именно на сырье. То есть это будет касаться не масла, а именно непосредственно самих семян подсолнечника, что будет создавать до 1 января конкуренцию между МЭЗами и экспортерами, которые будут биться за этот урожай. И еще один фактор, который как бы сказывается сейчас, это высокие цены вообще на масла, в том числе, и, наверное, таким вот, ну не знаю, не очень хорошо, но ориентиром сейчас является тоже пальмовое масло, от которого подсолнечник отталкивается. это, конечно же, связано с тем, что уменьшаются объемы производства валовые в Малайзии, Индонезии, да, то есть это связано с ковидной ситуацией, потому что количество людей просто сокращается, те, кто могут собирать. Поэтому подсолнечник, мое мнение, он останется рентабелен в течение всего сезона, единственное, могут быть коррекции после новогодних праздников, это будет связано больше с соотношением рубля-доллара и вопрос, насколько МЭЗам удастся напугать хозяйство, то есть таким образом, то есть попробовать демпинговать на рынке и снизить, например, цены. Но насколько это удастся, мне кажется, очень слабо верится, потому что сырья будет просто не хватать для всех участников рынка. Но перейдем непосредственно для того, чтобы вырастить в следующем сезоне шикарный урожай, мы, наверное, должны посмотреть, а что было в этом сезоне, какие результаты показали гибриды, которые уже давно находятся в нашем строю и какие гибриды новиночки. Прежде всего, хотел начать с рекордов сезона. Рекорды сезона были по большинству гибридов, которые есть у нас в портфеле и новинки. Вы видите и гибрид Розетта, и гибрид Бакарти для производственных систем Клеофилд Плюс. Это и наши традиционные, можно сказать, такие основополагающие гибриды для хозяйств, такие как Сумика, Неома. Новинка, которая уже надежно вошла в хозяйство и зарекомендовала себя положительно, это гибрид Сузука, это классическом сегменте гибрид Алькантара. Если мы говорим за другие территории, там Орловская, Белгородская область, мы видим с вами, что здесь себя шикарно раскрыли такие гибриды, как Купава, Эксперта, Суматра. Мы видим с вами шикарные результаты по новиночкам, таким как Дункан и гибриды, которые уже в портфеле завоевали доверие хозяйству, это гибриды, например, тот же НК Рокки, который сформировал, есть урожайности до 44 центнеров. Я хотел бы здесь остановиться на портфеле гибридов компании Сингента. Он очень огромный, вы видите, что он там не помещается даже крупно в слайд, чтобы вам его продемонстрировать. Но что хотел сказать, сейчас на рынке сформировалось несколько вариантов производственных систем, технологий, и выбор этой технологии, он, конечно, зависит от целей и задачи хозяйства. Да, сейчас в регионе центр семимильными шагами развиваются такие технологии, как Сульфа, подразумевающие использование гербицида Экспресс от компании ФМС. Идет стабилизация по площадям Клеофилдом, при этом мы видим, что проявляется очень сильный интерес по гибридам производственной системы Клеофилд Плюс, но при этом есть территории, которые исторически любят и классические гибриды. И тому есть объяснение, это и погодные факторы, которые складываются. Кирилл показывал карту центральной части Российской Федерации, мы видели, что в некоторых территориях отклонение от запаса влаги, от среднемноголетнего, он был там от 50-60 процентов отклонений эти были, Воронежская область, Тамбовская область и так далее. Вот эти территории, где засуха. И здесь, конечно, хозяйство смотрит не только на культуру, которая находится в севообороте, которую мы производим, но еще и по севообороту смотрят, а что будет после подсолнечка. Поэтому многие хозяйства посматривают, потому что контроль того же подалицы Клеофилд, Клеофилд Плюс либо технологии сульфа, она подразумевает использование гормональных продуктов на зерновых культурах, это Дикамбо, 2,4-Д, аминопиролитом и так далее. И это дает дополнительные сложности в плане того, что как правило в эту фазу пшеница уже перерастает в фазу и есть уже фаза выхода в трубки, так называемая 32-я фаза. Соответственно, здесь классика она отличается, потому что в принципе мы с вами можем классику снимать обычными сульфанилмочевинами, которые более мягкие для культуры и они могут использоваться даже на более поздних этапах. Поэтому какую бы технологию вы не выбрали, любая из технологий классическая производственная система Клеофилд, Клеофилд Плюс, которая контролирует все получается волны, которые могут быть у нас сорняков, контролирует все расы заразихи, сульфа-сегмент, который лучше у нас конечно же контролирует асоты, бодики. То есть каждая из этих технологий имеет возможность у вас в хозяйстве. Вообще по мне то в каждом хозяйстве должно быть 2-3 технологии, потому что все участки разные. Разные сорняки присутствуют на полях, поэтому здесь конечно именно подход должен быть дифференцирован под каждое поле. Поэтому в этом отношении компания Сингент это надежная опора и помощник, какой бы вы сегмент не выбрали, у нас есть решение в каждом из сегментов, хоть это линолевый подсолнечник будет, хоть это высокоолеиновый подсолнечник будет. Я хотел перейти прежде всего по классическим гибридам, я не буду долго рассказывать какие-то паспорт продукта, я только буду назвать название гибрида, какие-то общие моменты. То есть по Алькантари это новинка, которую мы очень долго ждали, это гибрид, который обладает устойчивостью к новым расам заразихи от А до Джи, это гибрид, который имеет высокую жаростойкость. И в этом сезоне результаты показывают, что в среднем, если сравнивать гибрид Алькантара, результаты урожайности этого гибрида по территории центр, мы видим с вами, что колебалась урожайность от 20 центнеров, и мы видим результаты до 44 центнеров. Хоть это Воронежская область, хоть это Ульяновская, здесь у нас присутствуют данные по Липецкой области, Белгородской области, практически вся территория входит сюда. И мы видим, что если сравнивать урожайность гибрида Алькантара с гибридами, входящими в сегмент классических гибридов, то есть средняя урожайность по этому сегменту, мы видим, что в большинстве случаев гибрид Алькантара превосходил гибриды, которые находились в этих опытах. Следующий гибрид, который очень полюбился хозяйствами региона Центр, и это связано прежде всего с его тремя характеристиками, это раннеспелость, это засухоустойчивость, это устойчивость к новым расам заразихи, и четвертый фактор, который немаловажен для региона Центр, это толерантность к ржавчине, этот гибрид обладает высокой толерантностью к ржавчине, показывает высокие результаты даже в агрессивных зонах, где присутствует ржавчина. Но могу сказать сразу на будущее, как бы мы не старались, как бы мы не конвертировали гибриды, не выводили новые гибриды, проблема ржавчины будет все больше и больше актуально остановиться, потому что проблему ржавчины только за счет одной генетики ее очень сложно решить. Даже если мы решаем это и закрываем вопрос на 3-4 года с выходом нового гибрида, у нас появляются новые расы ржавчины, которые адаптируются к генетике и начинают уже пробиваться. Поэтому только три столпа решения этой проблематики это генетика, это химический контроль и конечно же это агротехнология, то есть это все в оборот, это контроль падалицы подсолнечника в сои, в кукурузе, в других культурах, это контроль таких сорняков как циклохена, дурнишник, которые являются хозяевами пукцини и хилианти, именно проблемы ржавчины на подсолнечнике. То есть вот это в комплексе нам даст возможность бороться с данным патогеном. если мы будем делать ставку только лишь на одну генетику, то мы просто перейдем к тому, что оборачиваемость гибридов в портфелях у компании будет очень быстрая, то есть вышли 3-4 года, 3-4 года и новый гибрид, то есть это будет требоваться. То есть мы просто разгоним вот это количество раз и будем приходить к тому, что подсолнечник будет требовать и 3-4 обработки фунгицинами. По результатам, что мы в этом сезоне видим? Мы видим, что урожайность колебалась так же, как и на прошлом гибриде от 20 до 40 центнеров в зависимости от условий, то есть взять тот же Новоусманский район или взять тот же Новоспасский район Ульяновской области, мы видим, что здесь урожайность превосходила и даже значительно превосходила гибриды, которые находились в данном опыте. Следующий гибрид это гибрид Честер. Я буквально два слова о данном гибриде. Дело в том, что гибрид имеет высокую толерантность к самым агрессивным расам заразихи. Генетически он устойчив от А до G, плюс получается есть толерантность к более последним расам заразихи. Уникальность этого гибрида это масличность, это раннеспелость, но я могу сказать, что адаптация у этого гибрида это засушливая территория, где есть ограничения по урожайности 25 центнеров где-то. То есть если вот там стоит остро-жестко стоит вопрос именно с заразихой. То есть вот для этой территории он и создан. На слайде вы видите фотографию, с левой стороны это растение гибрида Честер. мы здесь не видим никакого поражения заразиха и с правой стороны это гибрид конкурент, который длительный период являлся неким стандартом по устойчивости к заразихе. Поэтому можно оценить если Честер чистый, то есть мы не видим вообще заразихи, то здесь где-то порядка 15% растений уже имеют поражение заразиха. поэтому этот гибрид у него вот именно заточка именно под агрессивные расы заразихи. И вы видите, что урожайность если в среднем взять по опытам, она не сильно отличается от среднего по опыту. Это как раз связано с тем, что он имеет еще одно такое уникальное свойство данный гибрид это реакция на густоту. Вот здесь опыт приведен по густотам Воронежского область, Новоусманский район. Вы видите густота 35 тысяч растений к уборке 45, 55 и 65 тысяч растений. У данного гибрида есть такое уникальное свойство. Он когда мы формируем например густоту если мы густоту снижаем то у нас интенсивные гибриды или полуинтенсивные гибриды они у нас начинают за счет этого снижения конкуренции между растениями начинает компенсационная способность и у нас увеличивается размер корзинки и соответственно уже становится бывает где там пропуски какие-то чуть ли не как на кондитерском подсолнечнике по 25-30 сантиметров корзинки у этого гибрида нету способности это гибрида экстенсивного типа и хоть мы его сформируем 35 тысяч хоть мы его с вами сформируем 65 тысяч у него будет стандартная корзинка небольшая 18 до 20 сантиметров и вот это вот свойство позволяет гибриду получается прощать некоторые моменты связанными с недостатками по технологии то есть о чем я говорю например мы проводим ультра ранний срок посева торопимся селку разогнали там до скорости 12-14 километров семена попали на разную глубину и у нас сформировалось так что 60% семян взошли одновременно а 40% семян взошли там с запасом где-то 3-4 дня если бы это интенсивный гибрид был то вот эти вот 60% в растениях которые вышли они занимают всю территорию за счет своей интенсивности занимают всю территорию всю площадь и в дальнейшем на этих растениях формируются довольно крупные корзинки а на вот этих вот 40% формируются корзинки в 2 раза в 3 раза меньше нежели чем на основном получается посеве так вот честер он эту тему прощает то есть если вы возьмем эти 60% на 60% будет корзинка например 20 сантиметров на растениях которые возошли позже 40% будет корзинка 15 например 16 сантиметров то есть не в 2 не в 3 раза а будет на 20% например корзинка меньше и это мы обвидели подтверждением тому является такой опыт который показывает что с нарастанием густоты мы получается мы увеличиваем урожайность то есть это его характеристика он требует дополнительно 5-7 тысяч растений в зависимости от запаса продуктивной влаги то есть по рекомендациям от стандартных гибридов если говорить о гибриде который является уже помощником хозяйств это гибрид роки это раннеспелый гибрид гибрид умеренно интенсивного типа многие хозяйства влюблены в этот гибрид и он не зря это демонстрирует мы видим и по результатам урожайности в этом сезоне в локациях которые мы взяли то есть от 25 до 44 центнеров с гектара он сформировал при этом был либо выше либо ноздря в ноздрю был со средней урожайностью по опытам при этом что нужно отметить вот в сегмент и вот в оценку входят гибриды не только ранней спелости это гибриды и средней спелой группы и поздней группы спелости то есть это гибриды которые имеют больше потенциал поэтому роки спокойно работал даже и мог конкурировать с гибридами которые имеют больше потенциал за счет группы спелости следующий гибрид это гибрид который создан для двойных проблем это проблемы связанные с болезнями и заразихой то есть это гибрид купава среднеспелой группы гибрид который имеет высокий потенциал урожайности и мы видим с вами что Воронежская Белгородская Курская область мы видим что достойно себя показал и сформировал довольно высокую урожайность то есть генетический гибрид близок к конде но уже с устойчивостью к новым расам заразихи можно сказать сестра или там если сорт гибрид сестра это ласкала и купава они генически оба близки гибриду конде но отличаются очень значительно то есть ласкала это умеренно экстенсивного типа гибрид который более пластичен более засухоустойчив по сравнению с купавой и мы видим если у нас складываются жесткие условия как в этом сезоне больше спрос идет на гибрид ласкала если более благоприятные условия то идет спрос на гибрид купава то есть поэтому и тот и тот гибрид они достойны уважения хозяйств и фактически используются как некие стандарты в технологиях при возделывании и этому вы видите есть подтверждение довольно высокие результаты по всей части центральной части России следующий сегмент который на территории суммарно центральной части Российской Федерации занимает порядка 25% то есть это гибриды для производственной системы Клеофилд и здесь конечно же нашими стандартами в ранней группе спелости является гибрид Фортиме который обладает высокой масличностью данный гибрид отличается по сравнению с той же Неомой отличается более ранней группой спелости и более умеренной интенсивностью то есть отличие этого гибрида в целом если посмотреть на данный гибрид то его часто очень выбирают в хозяйствах где производят ранний срок посева потому что гибрид рано стартует и плюс еще у данного гибрида есть такое непредзайденное преимущество по сравнению с гибридами из данного сегмента это низкая чувствительность к фитотоксичности от применения гербицидов для производственной системы клеофил да то есть вот это конечно свойства ему присущ и вы видите что результаты по большинстве территорий они довольно достойны да то есть и формируются от 23 до 41 42 центнеров с гектара коллеги меня нормально слышно что-то окей фортиме по достоинству является еще и гибридом который формирует довольно высокую масс личности мы получаем сейчас результаты по масс личности данного гибрида из производства вот то есть 48 49 50 процентов масс личности на этом гибриде мы зафиксировали именно в производстве следующий гибрид мне кажется за него даже рассказывать не нужно многие хозяйства говорят сейчас так дайте нам неому там с устойчивостью к сульфа там или там то есть неома такое уже стало именно нарицательное для региона центр потому что гибрид имеет высокий потенциал урожайности стабильный гибрид гибрид адаптирован для всех технологий да то есть его по достоинству оценивает и хозяйство которого сделают подсолнечник по классической по минимальной по нулевой технологии мини-тил стриптил да то есть без разницы этот гибрид работает во всех условиях да и как говорят хозяйство неома не подводит да то есть и в очередной сезон мы видим с вами что по хозяйствам урожайность довольно высокая и вот обратите внимание отрыв от средней по средней по урожайности по опыту очень большой это как раз таки связано с тем что гибрид интенсивный пластичный и не зря хозяйство его выбирают да то есть есть вот даже рекорд да 52,7 центра с гектара это медвенский район Курской области да то есть где зафиксировали такую урожайность следующий гибрид гибриды для производственной системы Клеофилд плюс данная технология развивается довольно стремительно и связано это с несколькими моментами во-первых это преимущество которое обладают гибриды да то есть генетика сюда отбирается самое урожайное самое масличное за счет гена вот этого Сиолаж плюс гибриды обладают более высокой толерантностью к имидазоленоновой группе гербицидов то есть они меньше подвергаются фитотоксичности да то есть вот эти преимущества конечно они присущи новой генетике если говорить о портфеле то конечно же многим хозяйствам уже знаком такой гибрид как Сибакарди и многие хозяйства да не только хозяйства но и семенные компании очень длительный период используют гибрид Бакарди как стандарт по потенциалу по урожайности по масличности и этот гибрид он по достоинству этой доказы да то есть у него очень высокая устойчивость к болезням фомоз фомопсис склеротини да то есть вот эти вот показатели очень достойны и раньше да то есть для нас например как-то вот было таким какой-то преградой что это среднеспелая группа обратите внимание на правую часть графика где мы с вами видим данные с Тульской области Веневский район 53 центня раз гектара сформировал гибрид да просто ну как бы колоссальные урожайности и уже говорить о том что у нас идет смещение у нас на юге страны да становится суше и температуры очень высокие скоро мы тут хлопок будем по всей территории выращивать если же говорить за центральную часть России то мы видим что идет смещение и в каждой территории становится теплее а на фоне довольно достаточного количества осадков не за горами тот период когда среднеспелые гибриды будут являться уже нормальным делом для Пензы для там условно Рязани да то есть для Тамбова да то есть там где хозяйство может быть еще задумывается что там не там среднюю раннюю группу только можно возделать поэтому это конечно тенденция наблюдается и посмотрите потенциал конечно по сравнению там с гибридами которые средние по опыту он конечно с лихвой Бакарди превосходит я следующий гибрид я считаю можно сказать находкой компании Сингента почему находкой есть пять факторов у данного гибрида прежде всего это высокая устойчивость к жаре да то есть это гибрид розетта следующий момент это устойчивость к заразихе да то есть здесь есть возможность контроля заразихи как с помощью генетического так и с помощью гербицидной да то есть усиление особенно там где агрессивные расы средне-ранняя группа экстенсивный умеренно экстенсивного типа но я его больше конечно таким вездеходом отношу и этот гибрид шикарно себя демонстрирует по всей территории Российской Федерации и вот этот стрессовый год который сформировался в этом сезоне розетта вот как раз таки она отыграла и продемонстрировала наиболее наверное лучшие результаты которые вообще возможно было увидеть да то есть это была и отличная опыленность корзинки да то есть растения не крупные не здоровые да то есть не там по 2 по 2,5 метра формируются а именно метр 60 метр 70 да вот здесь например на слайде вы видите 140 сантиметров да то есть которые фотографии делались для по данному гибриду по урожайностям я постарался ну максимально сюда вместить поэтому извините немножко цифры может быть мелковасты получились но хотелось именно показать что данный гибрид работает по всей территории центральной части российской да и не только центральной части российской федерации мы увидели что розетта и по югу и по по Волжи да это вот как раз таки почему данные гибриды показывают высокие результаты это многолетняя работа которая еще находится до стадии регистрации гибрида то есть по отбору этих гибридов по поиску этих гибридов да то есть вот именно смотрится и пластичность и стрессоустойчивость и мы с вами видим что до 48 центеров в этом сезоне получили на данном гибриде да то есть шикарные просто результаты рекомендую и плюс по сравнению например с гибридами из данной сегмента я не говорю о сенгенде я говорю о конкурентах очень высокая масличность у данного гибрида также вот делали опыты я думаю что сейчас в этом сезоне многие хозяйства даже в центральной части России задумались о правильном формировании густоты стояния посевов подсолнечника мы сталкиваемся с тем что некоторое хозяйство использует там чуть ли не 48 тысяч растений к уборке а кто-то пытается сформировать 65 тысяч растений к уборке я могу вам сказать так что конечно же густота будет зависеть от запаса продуктивной влаги да и управлять осадками мы как показывает уже практика мы с вами не можем да но при этом например рассчитывать на то что у нас есть в почве конечно мы же мы можем да и вот эти рекомендации они более актуальны будут для территории где есть вопросы с низким запасом продуктивной влаги тем более сейчас вы видите что даже стали вопросы с получением всходов на озимой пшеницы да то есть потому что в осенний период был теплый было сухо с одной стороны это положительно потому что она позволила убрать пропашные культуры и положить сухой материал в склад для того чтобы потом не бегать и не сбивать ценники которые часто нам сбивали из-за того что мы убирали влажный подсолнечник который мерил риск повышения кислотного числа поэтому по густоте конечно же это будет рекомендация основана на запасе продуктивной влаги но что я хотел вам показать что помните мы смотрели с вами Честер и там в зависимости от густоты чем выше густота была там тем выше урожайность по гибриду например розетта это уже умеренно экстенсивного типа то есть это промежуточный тип гибридов то здесь мы с вами увидим что густота где-то 60 тысяч это наверное будет таким вот пределом 60 тысяч растений то есть обратите внимание да это фотографии с этого опыта 40 тысяч растений да корзинки прямо нравится 50 тысяч растений 60 тысяч растений и 70 тысяч растений то то есть я большой разницы между 50-60 тысяч растений да вот визуально не вижу но при этом если посмотреть на 60 тысяч растений вот зона которая там чуть-чуть недовыполненная например по корзинке она немножко больше чем на этих корзинках то есть это говорит о том что даже если мы сформируем с вами густоту более высокую вот эта вот способность подсолнечника вот эта компенсационная способность она все равно будет выражаться потом именно либо в невыполненности центральной части корзинки да либо наоборот мы корзинка растения будет формировать более мощные корзинку если это конечно было сформировано еще до фазы 6-8 настоящих листьев да то есть если это еще было на этапе закладки цветочных бугорков в нашей корзинке то есть поэтому я вижу так что вот те рекомендации которые компания говорит о том что формировать на гибридах там 50-45 тысяч растений они работают и да конечно может быть вы видите что в принципе разницы статистической между 40 с 50 и 60 тысячами ее нет да то есть грубо говоря цифра одного порядка но при этом нужно понимать что 50 и 60 тысяч это на 10 тысяч условно мы больше семян высеваем то есть это соответственно затраты поэтому однозначно мы будем с вами приходить к тому что густоту стояния нужно формировать согласно запаса продуктивной влаги чтобы быть уверенным в результате по урожайности следующий гибрид интенсивного типа это гибрид который имеет толерантность к последним разам заразихи это гибрид для производственной системы клеофил плюс это гибрид сикатана результаты по урожайности показывают что он превосходил среднее по опыту но при этом я могу сказать что тяжело этому гибриду так как это интенсивный гибрид в условиях там где потенциал урожайности был ограничен 25 центнерами по урожайности если мы пойдем дальше до 26 27 центнеров 30 центнеров мы уже видим что катана начинала раскрываться это конечно интенсивный гибрид то есть для тех хозяйств которые заточены на высокие результаты более пластичный в этом отношении гибрид это гибрид duncan который уникальный я считаю в портфеле так как имеет умеренно интенсивную группу умеренно интенсивный тип среднеспелая группа устойчивость к устойчивость к дразихи от а до g высокая толерантность к болезням которые имеются на подсолнечнике то есть вот это и раннеспелость вот почему я говорю уникальный потому что умеренно интенсивного среднеспелый но при этом потенциал урожайности очень высокий да то есть и в некоторых территориях мы видели что чем севернее гибрид располагался тем у него меньше была реакция на вот это вот как сказать затяжку вегетации да то есть вот в северных территориях мы его даже рассматривали как среднеранний гибрид да то есть вот ну такой уникальный гибрид по этому то есть чем длина дня отличалась тем он получается меньше реагировал на эти вопросы да то есть довольно качественное у него опыление корзинки выровненные растения да результаты которые были они конечно немного опытов было так как мы не смогли демонстрационные участки завести в этом сезоне да то есть это вы видите результаты мелкоделяночных опытов по территории Российской Федерации вы видите что конечно преимущество по сравнению даже средней урожайностью по опыту довольно высокое да то есть гибрид по достоинству себя показал следующий гибрид наверное самый интересный будет для вас потому что сейчас по данным компании Клефман уже 50% площадей в территории центра отдается под технологию под сульфа гибриды то есть адаптированный гербициду экспресс первый гибрид раннеспелая наша звездочка да это суматра это гибрид который имеет раннюю группу спелости устойчивости к новым расам заразихи гибрид который очень стабильный от стрессовых условий растение компактное и еще что хотел бы отметить у этого гибрида довольно высокая масличность и вы видите что вот эта скороспелость ранняя группа спелости она себя конечно раскрыла в зонах да где как раз таки эти факторы являются какими-то ограничивающими да и вот здесь мы видим по сравнению со средней урожайностью по опыту мы видим что у суматры есть превышение то есть но при этом нужно понимать что суматру сравнивали даже бывало с гибридами которые относятся к средней группе спелости да следующий гибрид который имеет возможность работать как и в ранней группе спелости да и в среднеспелой группе спелости так как у него средняя ранняя группа Но при этом потенциал гибрида выше, нежели чем даже у гибрида Суматра. Это гибрид Сузука, и многие хозяйства в этом сезоне его уже не то что в демо попробовали, но и в производственных посевах посмотрели. Гибрид, который имеет гумозиготин, то есть и отцовская, и материнская форма устойчивые к гербициду Экспресс, и фактически гибрид имеет высокий потенциал, высокую жаростойкость и высокую засухоустойчивость. Вот этот сезон, как показали результаты, анализ, он был благоприятным для таких гибридов, которые обладают тремя показателями. Это засухоустойчивость, это стрессоустойчивость. И в этом сезоне, если обратите внимание, особенно засушливая территория центральной части, мы видим, что умеренно экстенсивная группа лучше себя раскрыли, нежели интенсивная группа. То есть тому есть объяснение, потому что погодные факторы так сложились. И вы видите, что урожайность Сузуки довольно высока, даже если сравнивать среднему по опыту. Также был опыт по густоте стояния по данному гибриду, и вы видите, что урожайность здесь составляла максимальная на густоте 50 тысяч растений к уборке. Это по Белгородской области, Губкинский район. 45 центнеров с гектара получили. При этом дальнейшее наращивание густоты не отразилось в повышении урожайности на данном гибриде. Я считаю, наверное, один из опора и, как сказать, в хозяйствах гибрид, которые по достоинству оценили. И, как вот сказали, есть, например, гибрид Неома, мы хотим такой же, только в сульфа-сегменте компании. И вывела фактически Сумика, так же, как и Неома, генетически близки к гибриду Брио. Это гибриды, которые обладают высокой стабильностью, высокой масличностью. И длительный период гибрид Сумика являлся самым масличным гибридом в нашем портфеле. Сейчас, конечно, зашли еще такие гибриды, как Честер, который может доводить масличность до 54%. То есть портфель, конечно, повысился. И мы видим довольно шикарные результаты по гибриду Сумика. И этот сезон не стал исключением. Посмотрите на разницу между средней урожайностью по опыту и урожайностью, которая сформировала этот гибрид. И мы видим, что во всех зонах центральной черноземной мы видим очень высокие результаты. Хоть взять Тулу, хоть Липецк, хоть Белгородскую область, Воронежскую область. Везде гибрид шикарно себя раскрывает. И я считаю, что основополагающим, получается, если вы выбираете технологию Сульфа, основополагающим гибридом в вашем портфеле должен, конечно, быть Сумика. Если вам нужно чуть-чуть пораньше, вы выбираете хоть гибрид Суматра, хоть Сузуку. Если это, конечно, более жесткие условия, засушливые, экстенсивные условия. А, конечно же, дать какую-то часть площадей, отдать под ту же Сузуку. Но все равно я считаю, что Сумика должен быть как раз-таки центром, получается, по технологии. У меня по подсолнечнику все. Все, я передаю слово тогда Павлу. В конце мы тогда ответим на ваши вопросы. Я прошу прощения, передаю слово Сергею Лущилину, вашему земляку, который отвечает за территорию центра Кукурудия. Коллеги, добрый день. Я сначала перед началом хотел напомнить, что у вас в правом углу, скорее всего, в правом углу есть кнопка «Вопросы». Вы можете на нее нажать, задать интересующий вас вопрос Ивану, мне, любому спикеру. И мы либо в процессе выступления, либо в конце на них, собственно, ответим. Ну, коллеги, давайте посмотрим с вами результаты, которые мы получили. Я вам расскажу кратко про позиционирование гибридов, сильные стороны, где стоит тот или иной продукт применять, потому что гибридов достаточно много. В нашей линейке сейчас это 18 гибридов, но мы остановимся именно только на тех, которые адаптированы к региону центра, подходят для наших условий, для наших технологий, для нашего уровня интенсификации. И кратко блоками с вами сейчас пройдем по гибридам. Талисман, Фалькон, Ротан, Гагитак и Телеса, Дилитоп – это ранеспелые гибриды. Кремнисты, зубовидные. О части из них я расскажу подробнее. Вы видите, что есть гибриды феномен Фортага, Чернитос, выделены цветом. Это гибриды из линейки Ортезин. Это те гибриды, которые эффективно используют влагу, которые достаточно интенсивные и в стрессовых условиях показывают превосходный результат. Гибриды из линейки Power Cell. С прошлого года у нас активно начинают развиваться силосные направления. И Топкордон – это гибриды, которые ориентированы в большей степени на силос. Это высокая питательность, энергетическая насыщенность силоса, переваримость и, собственно, урожайность. Гибриды из линейки Power Grain. Power Grain – это гибриды для профессионалов, которые ориентированы на высокую урожайность более 8-12 тонн в наших условиях. Гибриды, которые с хорошей влагодачей. И также пройдемся по ряду новинок – это Impulse и гибрид Scorpius. Начнем мы с раннеспелого гибрид-талисмана. Прошу обратить внимание, одна из особенностей гибрида-талисмана – это его полностью выполненность. И, собственно, белая сердцевина стержня, белая стержня початка. Что дает нам белая стержня початка? Во-первых, белая стержня початка – это превосходно подходит для производства крупы. Соответственно, переработчики, когда этот гибрид берут, собственно, на дальнейшем для производства, не дают никакой примуси, и они это очень ценят и с удовольствием его приобретают. Что касается самого гибрида, талисман FAU-180 прекрасно подойдет тем клиентам, которые возделывали гибрид Falcon, но нацеленный на более высокий уровень урожайности, то есть идут в целом к антификации, позволяют условия, позволяют, собственно, есть тенденция к увеличению удобрений. Это очень интенсивный тип, который достаточно холодостойкий и с высоким потенциалом урожайности. И давайте с вами посмотрим результаты, которые мы получили в этом году на ваших темах и производственных площадках. Мы видим, что, как же говорил, гибрид интенсивный. То есть хорошо отзывается на фон высокого минерального питания целевая урожайность более 8 тонн из гектара. Когда урожайность 8 и более тонн, то тогда талисман всегда в лидерах. Видите по средней урожайности сопта, что талисман либо на уровне, либо зачастую всегда превосходит. Даже с таким ранним ФАО 180, показатель в 100 центнеров в этом году. В прошлом 18-19 годах 120-125 центнеров раннего ФАО в нашем регионе без проблем мы получали. Овлагодача также идет на уровне и оптимально подходит, в принципе, для большинства нашей территории. То есть для Воронежской области, Белгородской, Курской, Орловской, Брянской, тем более для Тамбовской, Липецкой и Пензенской области. Единственное, хотелось предостеречь именно для использования в крайне засушливых районах, потому что регион у нас достаточно большой. И там, где идет засуха, лучше обратить внимание в сторону других гибридов. Все-таки тренциуман интенсивный, и ему нужны более, так сказать, лояльные условия. Гибрид – ротанга. Ротанга – это также подойдет тем клиентам, которые приобретали Falcon. В ОО-200 он, в отличие от талисмана промежуточного типа, то есть он более устойчив к стрессовым ситуациям. Что стоит отметить? Подходит для различных обработок почвы классической, минимальной электроидной расположения листьев и способен выдерживать сгущение. Но, опять же, хотел сразу сказать, что выдерживать сгущение гибрид может, но необходимо рассчитывать, собственно, те удобрения, которые мы вкладываем, и то количество осадков, которые у нас выпадают и, по прогнозу, могут выпасть в следующем году. Потому что, если мы загустим в надежде получить урожай, но не будет либо влаги, либо питания, то, соответственно, это будут зря потрачены деньги, и вы не получите какой-то дополнительной прибыли. Что касается результатов. Вы видите, что даже при низком уровне урожайности, то есть результаты с Пензе, с Костомбовской области, достаточно с засушливых именно территорий районов были взяты, гибрид вратанга стоит на уровне, и с пяти тонн он начинает всегда превышать урожайность. То есть становится выше средней. И давайте перейдем к гибриду Теллис Теллис. На самом деле, это тот гибрид, один из будущих бестселлеров, которым в этом году и в прошлом году завоевывает популярность вашу любовь. Очень много клиентов, которые его попробовали и хотят его приобрести. Отличительная особенность гибрида Теллис. Это не только количество ридов, количество ридов это в принципе стандартно сейчас для любой компании. Это порядка 16-18. Именно количество зерен в риду. Это очень огромный початок. Обратите внимание, что тип зерна здесь промежуточный, зубовидно-кремнистый, что, соответственно, лучшим влагодачам происходит. И потенциал урожайности у Теллиса до 130 центров за последние три года мы в регионе центра видели на наших с вами полях. Подходит для совершенно любой обработки почвы, будь то пластическая, минимальная, в том числе и стриптил, и при нулевой технологии он чувствует себя превосходно. Хорошая устойчивость к полигонию. Самое главное, что необходимо знать про гибрид Теллис. Неважно. Юх это Воронежская, Тамбовская область, Курская область. У него превосходная адаптивность. В ЗАСХУ очень хорошие результаты идут. При хороших случаях, при разных типах почв, это просто такой гибрид-боец. Приводен для различных сроков сева. У него нет сильной просадки. Если мы посеем только в самом начале сева, 25-го, грубо говоря, числа, или мы уже посеем в 12-15 мая. И также он хорошо отзывается на интенсивные условия выращивания. Результаты в этом году. Вы видите, что при различных локациях, начиная с уровня 45 центров, Теллис везде превосходит среднюю урожайность. И в целом тенденции, если рассматривать и опыты производства, то, что я получаю мы, то, что я слышу от вас, по большей части Воронежской, Белгородской и Липецкой области в большей степени выигрывают гибриды с ранним ФАО, от ФАО-180 до 230. Потому что именно они успели дать быстрый старт, быстрое развитие. Соответственно, они успели взять ту влагу, потому что самое стрессовое, что повлияло на урожайность в этом году, это засуха, которая была и высокие температуры. Это июль месяц, где-то с середины, когда было цветение. И потом очень сухой в август, когда мы рассчитывали на высокий урожай, видели потенциал, видели сами поля. Но потом именно тот недостаток влаги и масса тысячи, грубо говоря, снизилось. То есть зерно не налилось. А раннеспелые гибриды, они достаточно быстро прошли все эти фазы и смогли сформировать высокую массу тысячи. И давайте перейдем с вами к гибридам из линейки Artesian. Artesian – это инновационные гибриды, которые эффективно используют влагу. Ключевое слово здесь – влага. Если нет влаги, то, соответственно, сложно что-то использовать. В любом случае, Artesian – это те гибриды, которые подходят и для стрессовых условий, но в нормальных условиях они дают очень высокий урожай. То есть наравне с интенсивными гибридами. Как вы видите, собственно, разница на графике. И при дефиците влаги у гибридов из линейки Artesian от 10 до 15% есть преимущества по сравнению со стандартными гибридами. Все гибриды из линейки Artesian зубовидные и с хорошей влагодачей. Гибрид – феномен. Это первый гибрид из линейки с V220. Бестселлер. По нашему мнению, по вашему мнению, мы видим, насколько данный гибрид востребован. Это самый продаваемый гибрид сейчас в России. V220, как я уже говорил, у него очень быстрая влагодача в предуборочный период. После формирования черной точки влага начинает уходить очень быстро. Отличная зазовская жаростойкость, как и у любого гибридов из линейки. И также, что важно, устойчив к прикорневому полиганию. Устойчив к прикорневому полиганию, то есть проблем с полиганием нет. И никогда с данным гибридом не было выявлено. Подходит для классической минимальной обработки почвы. Что касается данных гибридов, я просто иногда встречаю такую обратную связь от клиентов, что гибриды сингенты необходимо сеять декуще. Нет, это не так. Если вам интересны, грубо говоря, рекомендованные конкретно густоты для вашей зоны, мы готовы совместно с моими коллегами дать рекомендации конкретно под ваше хозяйство и под вашу технологию. Что касается гибридов из линейки, ортезийных в целом. 80 тысяч, я бы сказал, это для нашего региона, для центра. Это максимально, что необходимо иметь к уборке. Выше 80 тысяч сеять я бы не рекомендовал. Оптимальная густота посева, если гибрид в защите форзея, если не будет никаких повреждений и выпадов проволочником, оптимально подобранные условия, возможно посеять 7,6-7,8 тысяч и получить высокий урожай. Если вы будете загущать, это будут лишние вложения на семена, но какого-то прироста урожайности за счет загущения вы не получите. Вы и при 70-80 тысячах получите очень хороший достойный урожай. Что касается по результатам в этом году, мы видим, что Тульская область в этом году по гибриду «Феномен» это один из лидеров в районе 120 центров был результат. Резанская область вроде бы северная территория, V220 некоторые боятся, стоит сеять, не стоит, но урожайность мы видим достойная, разница небольшая, менее одного центра с гектара, но мы видим, что ниже идет влажность. Опять же, очень хорошая влагодача. И в каждой локации «Феномен» показывает себя достойно. И это именно в стрессовый год. Мы видим Воронежскую область, Репьевский район. Как вы помните, карту по погоде именно Воронеж и часть Тамбова в этом году – это самая высокая температура, самый высокий стресс. В целом мы недобрали порядка 30% от урожая средне-многолетнего, которого мы привыкли в последние три года получать по грузе. Но в таких стрессовых условиях эта ступенька – это именно тот запас, о котором я говорил, это превышение идет на 10-15%. И мы видим, что к уборке данная точка убиралась уже достаточно поздно. Влажность гибрида «Феномен» была на уровне 10%. То есть он уже перестал. Можно было начинать убирать раньше. Давайте мы перейдем к следующему гибриду – гибриду «Фортага». «Фортага» – одно из отличительных особенностей данного гибрида. Это также гибрид из линейки «Артезиан». Это его полностью выполненность. То есть ощущение такое, что «Фортага» – он всегда как будто просто поблеплен зерном. Среди наших «Артезиан» гибридов засухой жаростоких – это самый засухой жаростокий гибрид. У него быстрый старт и ранее развитие. Отличный, как уже говорила, выполненность початков подходит для различных технологий возделывания. Что добавлю от себя в наших условиях? Это прекрасный вид растения. Растения массивные, растения облиственные, здоровые. Каких-либо проблем по регион-центру с данным гибридом я не замечал, работая с ним уже в третий год. Что касается урожайности. Как же мы видим, потенциал у гибрида достаточно высокий. Самый высокий урожай был получен в Курской области в этом году – 120, но, как же говорит этот год, это не показатель. По влагодаче зубовидной гибриды все гибриды зеленики ортезина идут на уровне и чаще всего ниже. В среднем влажности по оптам или по производственным посевам, если сравнивать в рамках какого-то хозяйства. И подходит совершенно для любых территорий. Но, стоит оговориться, если нас смотрят клиенты из Рязанской области, все-таки, возможно, поздновато. Пензу тоже будет немного поздновато. В Брянской области сейчас есть тенденция к увеличению ФАО. Стараются сеять чуть больше на зерно. Кто-то убирает на карнаж, но в Брянской области ФАО-250, вот в артах, я бы сказал, это потолок, возможно, еще гибрид Маримба. Все остальное, это будет влажность чуть выше среднего. То есть, так же говорил, регион большой. Если в Воронежской области в среднем мы привыкли получать от 18% до 21% влажности, то в Брянской области это в среднем идет 24-28% влажности. То есть, данный гибрид позволит получать ту влажность, к которой вы, собственно, привыкли. Ну и, собственно, высокий урожай. Гибрид Чиринтес. Чиринтес ФАО-290 – один из любимых гибридов в Белгородской области, на юге Воронежской области, показывает превосходные результаты. И что стоит отметить по гибриду Чиринтес? Чиринтес. Он достаточно быстро развивается на ранних этапах вегетации, что не совсем присуще позднеспелым гибридам. Не все позднеспелые гибриды могут данным похвастаться. Толерантность к большинству патогенов листьев и стеблей. Соответственно, чем более у нас здоровые растения, тем лучше будет работать сам листовой аппарат и, соответственно, накапливать урожайность. И, как уже говорил, стабильная высокая урожайность в различных условиях выращивания. Опять же, что хочу отметить, заканчивая блок по гибридам из Ленки-Ортезин. Не стоит данные гибриды загущать. 80-78 тысяч густоты при посеве – это та густота, которая необходима для нашего региона. Это в среднем. Что касается по тем результатам, которые мы получили. 115 центров мы видим в Краснояружском районе Белгородской области. Сюда в график не вошло. Не так давно произошла еще одна из уборка локаций в Стародомском районе Белгородской области, где данный гибрид получил для 135,6 центров с гектара при стандартной влажности. Что в целом очень хороший урожай. Здесь, на территории, то, что мы видим до 60 центров с гектара, это территории, те области, те районы, которые были относительно засушливые. Но здесь мы видим, что гибрид Черинтес прекрасно показал себя по сравнению с другими гибридами и влагодачу данного гибрида на уровне. Что важно, целевая урожайность для гибрида Черинтес – это более 6 тонн гектара, то есть 6 и выше. Powergrain – сильное зерно. Что такое гибриды в линейке Powergrain? Это те гибриды, которые очень интенсивные, я бы сказал, суперинтенсивные. Как я уже говорил, это гибриды для профессионалов, для тех хозяйств, которые направлены на возделание кукурузы и которые сочетают в себе очень быструю влагодачу. Обратите внимание, вы все знаете, что зерно делится, грубо говоря, на два типа. Кремисто-зубовидные, грубо говоря, кремисто-зубовидные. И вот это вот именно та самая зерновка из гибридов Powergrain, которая не маленькая, не щуплая. Она просто очень вытянутая, и, соответственно, площадь ее поверхности выше, и гибрид лучше дает влагу. В том числе и тонкая сердцевина, которая присуща всем линейкам Powergrain. Это рыхлые обертки початка, и самих оберток початка не так много в сравнении с другими гибридами. То есть это гибриды, которые очень быстро начинают сохнуть, когда уже физиологически спелые, когда сформировалась черная точка. И также по нашим опытам, которые мы закладывали с различными типами удобрений, гибриды из линейки Powergrain лучше отзываются на минеральное питание, то есть отзываются о повышении урожайности. Грубо говоря, на одно и то же количество вложенных инвестиций в удобрения с гибридов Powergrain вы получаете больше прибыли. Новый гибрид, который прошел регистрацию и в производстве, и в демо-опытах вы могли увидеть в этом году, это гибрид Marimba V260. Обратите внимание, очень тонкая сердцевина, также вытянутые зерна. Крупный многорядный початок, это порядка 16, это редко встречается, как правило, это порядка 18. рядов зерен. Превосходная толерантность к листям-пытакинам стебля, то есть никаких проблем с гибридом не возникает. На этапе, когда мы отбираем гибриды, которые хотим регистрируют в России, мы каждый гибрид не один раз, собственно, смотрим, проверяем. И на самом деле в России сейчас у нас очень сильно обновилась линейка за последние 5 лет, и все гибриды очень и очень и конкурентно способны, и, собственно, ориентированы именно на получение высоких урожаев при различных условиях. Что касается гибрида маримба, как я уже говорил, это быстрая влагодача, и больше всего подходит все-таки маримба как интенсивный гибрид к классической обработке почвы или приравнению к классической, то есть это будет то спашка, будет то глубокое рахление, то есть глубокая обработка почвы данному гибриду необходима. И сея данный гибрид, необходимо рассчитывать, что необходимо зарядить удобрениями с осени, необходимо дать хорошие дозы стартовых удобрений, и на каждом этапе данный гибрид холит или леет, и тогда урожайность вас на самом деле удивит, и будет очень высокой, и с достаточно низкой влажностью. То есть это гибрид, на самом деле, для очень интенсивных технологий, поэтому когда вы смотрите, приобретаете гибриды или рассматриваете гибриды, вам необходимо, собственно, определиться, а какая целевая урожайность и насколько готов сейчас я в среднем получаю. Если у вас стрессовая зона, возможно, вам стоит посмотреть немного другие гибриды, потому что PowerGrain в стрессе, он не даст каких-то высоких результатов. Он будет на уровне чуть ниже, что, собственно, мы здесь и с вами видим на графике. Видите, что до 60 центров с гектара PowerGrain интенсивный, то есть он больше стрессует. Но когда у нас урожайность идет уже за 80 центров с гектара, Маримба уже дает достаточно высокие урожайности и при низкой влажности. Вы видите даже Курскую область. Это уборка в данной точке была, если не ошибаюсь, это середина октября, и влажность была на уровне 14% при условии того, что это V260, и это превосходный, я считаю, показатель. Гибрид Фотон. Гибрид Фотон, который уже не относительно новый в нашей линейке, но не первый год в воспитаниях ВО-300, а также интенсивный. Хороший результат урожайности по Белгородской области, по Курской, по Воронежской областям. Одна из особенностей гибриды Фотон, как я уже говорил, вот это вот вытянутое зерно, сам початок, имеет такую своеобразную форму, когда он полностью созревает. Ну, как сказать, эстетически он некрасивый. Но когда заходит комбайн, на поле всякие вопросы отпадают, потому что урожайность фермеров радует и уже не первый год. Что стоит отметить по гибриду? Это отлично адаптируется к различным технологиям выращивания. Здесь уже возможно к Фотону применять минимальную обработку почвы. Гибрид интенсивного типа. И хоть для PowerGrain мы не ориентируем данные гибриды в целом на стрессовые условия по недостатку влаги, но те результаты, которые мы увидели в этом году, можно сказать, что стресс по недостатку влаги, он держит в целом неплохо. И те результаты, которые мы получили, Липецкая область, Белгородская область, Воронежская область и, собственно, когда я уже, как я уже говорил, выше восьми тонн, PowerGrain, гибрид Фотон, он всегда будет в топе, то есть он будет либо на уровне, либо будет выигрывать. И очень хорошая влагодача. Но даже, как мы видим, именно в Павловский район, в Воронежской области, это, можно сказать, юг, достаточно засушливый, очень хорошие результаты даже при засухе этого года с этого гибрида клиенты наши получили. И перейдем к новинкам. Это гибрид импульс. В FAO данного гибрида 270. Что хотелось бы рассказать про импульс? Во-первых, очень широкий ареал адаптации. Что также лично я отметил для себя, работая с этим гибридом, это очень чистый початок от заболеваний. Многие сейчас из вас направлены на экспортные контракты, где регламентируются микотоксины и регламентируется натура масса тысячи зерен. Как раз у импульса среди нашей линейки одна из самых высоких показателей по массе тысячи зерен. И, как я уже говорил, идет чистый початок. Что касается урожайности, импульс, я так думаю, в ближайшие два года будет один из наших лидеров, потому что независимо от того, засушливая зона, более-менее лояльная зона, по осадкам, в нем везде очень хороший урожай и хорошее крупное чистое зерно. Но не стоит забывать о том, что имея чистое зерно с поля, необходимо еще планировать те процессы, которые будут происходить у вас при подработке зерна на таку. Если влажное зерно, немного влажное положить, и оно пролежет определенное количество времени, даже чистое зерно, микотоксины не будут появляться. Поэтому необходимо планировать уборочный конвейер не только в поле, но еще по подработке зерна у вас в хозяйстве. Также, что хотелось бы ответить, это повышенное содержание лихосообояемых белков лютеина и зиоксантантина, что, собственно, влечет за собой высокую кормовую ценность для птицеводства, и при использовании в птицеводстве повышается товарное качество яйца. Повышается товарное качество яйца. По результатам урожайности в этом году мы видим, что при различных уровнях урожайности, начиная от 4 тонн и заканчивая 100 центнерами, все результаты мы выложить здесь не смогли, просто-напросто бы не поместились бы результаты, и выше, и сейчас еще продолжается местами уборка, получаем результаты. Мы видим, что гибрид во всех локациях, где он встречался с другими гибридами, он идет всегда выше. И, как я уже говорил, хорошая натура. Самое главное, что стоит запомнить про этот гибрид, это стабильность и целевая урожайность более 7 тонн. А импульс это очень стабильный гибрид. И кроме стабильности и высокого урожая, вы, как я уже говорил, получаете дополнительный бонус в форме окраски. Если вы рассматриваете контракт, или у вас есть запросы от покупателей на зерно для птицфабрик, как правило, птицфабрики за таким зерном на самом деле охотятся. Да, можно добавлять и повышать качество яйца, в частности, окраска желудка грубо говоря, какими-то добавками, но, во-первых, это все для птицфабрики стоит денег, и, во-вторых, сейчас все ориентированы на производство биопродукции. То есть, окраска зерна это идет как бонус, но самое главное это высокая урожайность и стабильность данного гибрида. Гибрид Скорпиус новинка V310, который в большей степени мы позиционируем для Воронежской, Белгородской, Курской областей, части Курской, части Лепецкой, и, возможно, Юг-Тамбурской области тех хозяйств, которые могут хотят выращивать V4 немного побольше, для того, чтобы спланировать свой уборочный конвейер. Гибрид зубовидный, что хотелось бы самое главное сказать по данному гибриду. Как вы знаете, когда вы выходите из сеть, вы имеете набор гибридов, и у вас всегда стоит дилемма, с какого гибрида начать сеять. Как правило, начинают сеять с ранних. Если есть скремистые зубовиды, начинаем сеять скремистые зубовиды, они достаточно холодостойкие. Потом уже, когда температура почвы выравнивается, становится стабильной 10 градусов и идет в дальнейшем тенденция к увеличению температуры воздуха, соответственно, температуру почвы мы начинаем сеять, то есть, средний срок сева, все другие гибриды. То есть, поздние зубовидные гибриды, так как они зачастую стрессуют, больше всего стрессуют при ранних сроках сева, мы стараемся посеять на потом. Но у нас с вами лимитирующий фактор влага. И как раз из особенностей гибриды Scorpius это быстрое развитие в начальных этапах и толерантен он достаточно к весенним заморозкам, к весенним тем похолоданиям, что был у нас в течение мая месяца, достаточно холодный, когда мы говорили, что у нас физикитация стянулась от двух до трех недель. Scorpius он не то, что у него нет никаких физиальных проявлений, просто он меньше от этих понижений, грубо говоря, болеет, и меньше может снижать выраженность, то есть стрессе. и также не боится раннего посева, что очень редко встречается у забоедных гибридов с этой группой спелости. По результатам урожайности мы видим, что опять же, мы подобрали блоками среднюю урожайность 50-60 центров и урожайность 80 и выше центров. мы видим, что Scorpius на уровне других топовых гибридов показывает достойную урожайность. Но в этом году, как я уже говорил, для поздних гибридов все-таки условия сложились намного хуже, именно потому, что были проблемы середина июля, когда у нас начинали цвести гибриды с V230 и выше до конца июля, и август месяц, когда происходил в основной налив зерна. Ранее гибриды успели взять влаги, то есть накопить массу тысячи, смогли налиться. Порее-поздними зубовидными гибридами в этом году проблемы. Коллеги, у меня в принципе все по гибридам кукурузы. Павел, ты расскажешь про Elevation или мне расскажешь? Расскажи, пожалуйста, Сергей, потому что у меня увеличили свет и интернет соединение не очень стабильный. Хорошо, хорошо. Коллеги, просто от вас возникают иногда вопросы, что же такое за Elevation, видим новый прайс, смотрим, там кроме 4Z добавился еще какой-то Elevation и нужен ли он мне и для чего он. и давайте с вами разберем. Как вы уже знаете, с прошлого года и с этого года семена все в 100% обработки у нас, которые выходят, они в фундициде MaximQuattro. Вот MaximXL или того же уже переименованного в прошлом году Maxim и Gold отличается тем, что добавлены дополнительно два действующих вещества, то есть MaximQuattro сейчас стал для нас стандартом в обработке семян. То есть мы это добавим до действующих вещества, один из которых идет азоксистробин. Азоксистробин это превосходный контроль различных грибов, в том числе грибов рода Питиум, которые составляют основную проблему при посеве в непрохретую почву или, так сказать, порогово прогретую для кукурузы. Поэтому часть рисков данный фунгицид протравителя лучше, так сказать, контролировать. Но, опять же, я не призываю сеять, как в этом году было, что кто-то, увидев теплые дни, выехал, посеял в начале апреля и всходу ждали 30-35 дней. Протравитель, он-то поработает, но он поработает в пустую, потом, когда начнется активный рост, уже защищать ничем будет. И, собственно, Форзея это протравитель инсекцид тимитоксан антифутрин с кодзовым средой, который очень эффективно контролирует не только почву обитающих вредителей, но и наземных вредителей. Элевейшн это добавлено сюда вайпенс. Не стоит путать с протравителем от нашей компании Vibrance Integral. Vibrance Integral ориентирован на зерновые культуры. Это просто Vibrance, в основу которой взят молекула 50 в основу которого взят токсан. И именно та дозировка, которая обеспечивает рутинг пауэр, то есть сильные корни. Что можно заметить на ранних этапах? Смотрим на растения. Как правило, до 3-4 листа они ничем не будут отличаться. Посеете вы в одной и той же партии, то есть энергетичные семена, обработанные тем-тем. Но они будут отличаться внешне. Если вы выкопаете и начнете размытить корни, обратите внимание на саму корневую систему, на ее объем, на количество корневых волосков, вы будете приятно удивлены. И как у нас развивается растение кукурузы? От момента посева и потом, когда происходит накопление влаги и прорастание до фазы 3-го листа, кукуруза формирует корневую систему и с 4-го и 5-го листа переходит на собственное автотрофное питание, то есть питается сама. И к этому моменту насколько сильная будет корневая система, сильная и здоровая, защищенная настолько, и потом в дальнейшем у нас за 5-м листом идет 6-8-й лист, где у нас закладка потенциала урожайности, насколько здоровое растение будет, настолько потенциал вначале и заложится. И потом у нас в силах что-то скорректировать, если это не погодный и начинает у нас к сожалению в регионе встречаться проблемы с разничными стеблевыми гнилями, то есть с той же резоктонией. Сидоксан очень хорошо контролирует резоктонию. То есть это улучшенная защита именно семянная, которая направлена также на формирование именно мощной корневой системы, которая способна лучше больше потреблять количество воды. По опытам, которые мы закладывали на протяжении последних лет, в частности с кукурузой и с данной молекулой, мы видим, что стабильно от 3 до 5 центров идет выраженность выше при использовании элевейшн. Коллеги, ну у меня все. Иван, я думаю, если есть какие-то вопросы, я сейчас посмотрю. Я вижу, что ребята отвечали. Вот, если есть какие-то вопросы, то задавайте, пишите в чат, мы с Иваном ответим, а Иван сейчас нам немного расскажет про нашу викторину. Коллеги, есть приятный момент, не зря мы потратили, можно сказать, ваше время, да, то есть, и я объявляю викторину, которая будет включать 10 вопросов по подсолнечку и по кукурузе, вы можете выбрать категорию самостоятельно, один участник может участвовать по обеим культурам, вопросы будут высланы вместе с презентациями, вместе с видео, будут отправлены вам на почту, которую вы указали при регистрации, на основании этих вопросов вы отвечаете обратно, да, и дальше будет происходить анализ ваших ответов, то есть, дальше уже будем решать, в каком формате мы будем проводить передачу призов, да, то есть, либо это будут сотрудники компании Сингет, либо мы будем отправлять вам это напрямую. Призы в категории подсолнечника, да, за первое место мы предлагаем универсальный гибрид для производственной системы Клеофилд плюс розета КЛП, и к нему вот комплексный такой подход, да, это 5 литров препарата Листега Про, для того, чтобы вы смогли в своем хозяйстве оценить именно прелесть комплексного предложения от компании. Второе место в категории подсолнечника, это будет универсальный гибрид для технологии сульфа, это гибрид Сузуко, да, то есть на 5 гектар. Третье место, но это будет, наверное, очень актуально для хозяйств, которые находятся в зоне проблем с заразихой, заразиха сейчас шагает с каждым годом все севернее и севернее, поэтому третье место, это будет сертификат на определение расового состава заразихи непосредственно в вашем поле. по сегменту кукурузы первое место три пассивные единицы кукурузы, второе место две и третье место соответственно одна пассивная кукуруза. А гибриды будут подбираться согласно вашим климатическим условиям и условиям хозяйства, то есть в таком формате, который наиболее максимум раскроет потенциал ваших полей. Так, у нас появился вопрос какой-то, нет? Ага, окей, это окей, то есть, ну, как я уже говорил, то есть вопросы викторины, презентация, вся информация, которую мы сегодня рассказывали, она будет выслана участникам. Иван, у нас вопрос, еще один появился, участвуют ли дистрибьюторы в викторине, насколько я понимаю. Так, здесь по, согласно правилам, мы этот вопрос обсуждали, и наше решение было, что все-таки предоставить возможность ответить именно сельхозтоваропроизводителям, которые непосредственно на земле находятся. коллеги, но я еще хотел бы добавить то, что, как вы уже знаете, у нас команда компаний Сингента немного увеличилась, сейчас именно выделены специалисты, которые занимаются только семенами отвечают. Понятно, что в части вебинара мы с Иваном не могли коснуться всех моментов конкретно по каждому району, по каждой особенности, но поверьте, эти знания у нас есть, и у нас есть чем действительно помочь и посоветовать вам для того, чтобы вы выше получали собственную урожаемость. Ну, я думаю, что контакт наших ребят-менеджеров у нас есть, и вы можете также связаться с нами. Спасибо. Подведем итог, наверное, да, ребят? Попрощаемся, так как вопросов уже почти не поступает. Благодарить всех участников, подключившихся сегодня к нашему созвону. Благодарим за ваше время, спасибо, что проявляете интерес к нашей совместной работе, на самом деле с вами, потому что я уверен, здесь были многие сельхозпроизводители, собственно, на основе чьих площадок мы получили эти результаты, да, и опять же еще раз подчеркну те слова Сергея, что если нужно больше информации, всегда можете спокойно обратиться к менеджеру, который курирует районы, да, ваши, и задавайте абсолютно любые вопросы, постараемся найти на них ответы. В любом случае мы работаем ради того, чтобы в итоге вы получали урожайность свою. Спасибо. Спасибо. Всем удачи, высоких урожаев, берегите себя. Берегите себя, это, наверное, слоган. Хорошего дня, Рим. Хорошего дня. Хорошего дня.